Что означает относительная плотность? Относительная плотность предмета – это отношение плотности исследуемого вещества к плотности воды. Плотность воды – 1000 кг на метр кубический, а, например, плотность золота – 19 300 кг на метр кубический. Значит, его относительная плотность – 19,3. А если, например, рассмотреть плотность кетчупа, она равняется 1400 кг на метр кубический. Значит, его относительная плотность – 1,4. Обратите внимание, что относительная плотность не имеет единиц измерения, поскольку это отношение одной плотности к другой. Поэтому единицы измерения сокращаются. Вы спросите, зачем вообще нужна относительная плотность? Дело в том, что для предметов, которые плавают в воде, относительная плотность показывает, на сколько процентов эти предметы опустятся в воду. Например, возьмем деревянный кубик с относительной плотностью 0,2 и опустим в воду. Поскольку относительная плотность равна 0,2, значит 20% объема этого кубика погрузится под воду. Если взять более плотный кубик с относительной плотностью 0,6, то такой кубик погрузится в воду на 60%. Плотность льда примерно 920 кг на метр кубический. Значит, его относительная плотность 0,92. Вот поэтому 92% любого айсберга находится под водой. Но что, если взять кубик плотностью 2700 кг на метр кубический? Его относительная плотность будет равна 2,7. Значит ли это, что он погрузится в воду на 270%? Нет, потому что предметы не могут погружаться в воду больше, чем на 100%. То есть, если относительная плотность предмета больше единицы, тогда он просто-напросто утонет в воде. И под водой окажется ровно 100% от его объема. Как правило, под относительной плотностью понимают отношение плотности предмета к плотности воды. Но иногда выясняют относительную плотность по сравнению с другой жидкостью. Например, если деревянный кубик плотностью 638 кг на метр кубический погрузить в растительное масло с плотностью 850 кг на метр кубический, тогда можно узнать, какая часть кубика как бы утонет в масле. Для этого достаточно разделить плотность кубика не на плотность воды, а на плотность масла. Так мы узнаем, что кубик будет плавать, погрузившись в масло на 75%. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.